Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортинформ» и я, ее ведущий, Сергей Мисурагин. Два поражения в очередном туре национального перенства потерпел волейбольный клуб «Марка» ВГТУ. В домашних поединках против Гродненского легиона подопечные Михаила Ханяка в первый день уступили со счетом 1-3, а в повторной игре капитулировали 0-3. Таким образом, витебская команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу розыгрыша, находясь на восьмом месте. В Витебске завершился 25-й международный турнир по вольной борьбе в памяти нашего земляка, капитана третьего ранга Анатолия Спинкова и погибших членов атомной подводной лодки «Комсомолец». Соревнования собрали более 250 борцов из России, Латвии и регионов Беларуси. На протяжении нескольких дней спортсмены разыграли 20 комплектов наград. В этом году исполняется 28 лет со времени трагического события. Участники юбилейного 25-го турнира «Минуты молчайные» отдали дань уважения экипажу погибшей подлодки. В прошлом году имя Анатолия Спинкова было присвоено и его родной школе номер 8 города Витебска. Я сегодня с радостью, с гордостью наблюдаю за этой молодежью, которая не только стремится к здоровому образу жизни, но и стремится сохранить память героев. Героев именно сегодняшних дней, современности. 250 борцов из России, Латвии и Беларуси разыграли 20 комплектов наград. Юноши оспаривали звание сильнейшего в 15, а девочки в пяти весовых категориях. Хозяев соревнований представляли спортсмены областного клуба профсоюзов, Витебского училища Олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства. Данный турнир является не только данью памяти подводникам, но также является продвижением интеграционных процессов, которые происходят между нашими братскими народами, Россией и Беларусью. Высокое мастерство спортсменов и острую конкуренцию в большинстве весовых категорий отметили все участники соревнований. Как только тренер сказал мне, что хочу ли я поехать на международный турнир имени Смюкова, я сразу же согласился и начал активно подготавливаться. Я каждый день тренировался, утром просыпался, тренировался. При подготовке своих учеников я делал основной упор на преодоление, на преодоление нежелания трудиться или силовых каких-то неудобств, на преодоление самого себя. Чтобы устроился не только тело, но и характер. Это важнее, я думаю. Для белорусских спортсменов турнир по вольной борьбе памяти Анатолия Спинкова – отличная возможность заявить о себе. Его смело можно назвать первым этапом подготовки к крупным международным стартам. Победители этих соревнований будут представлять свои регионы на оперенстве страны, где и будет формироваться сборная Беларуси. На этом турнире мы допускаем кадетов, которые отбираются на мир, на Европу. Из наших витебских сегодня все проявил Иван Чернышев, весе 85 килограмм, выиграл у победителя Республики Моторного из Орши. На юбилейном турнире по вольной борьбе памяти Анатолия Спинкова хозяева перенства продемонстрировали отличную технику. Результаты соревнований были предсказуемыми. В командном зачете на высшую ступень педестала почета поднялись витебляне. Второе место у спортсменов из Гродно, третье также у белорусов – борцов из Гомеля. К этому турниру я долго готовился, упорно тренировался. Акцент делал на отработке проходов ноги и приемах. Здесь все свое концентраю. Перед каждой борьбой очень концентрировался и смотрел, и консультировался со своим тренером, что его противник будет делать. В ближайших планах призера Витебского турнира – подготовка к республиканским и международным соревнованиям. Старейший танцевальный турнир Беларуси и старейший фестиваль Витебска собрал в культурной столице участников из 23 стран мира. В этом году конкурс проходил под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта. И такой большой интерес со стороны иностранных гостей вызван тем, что баллы, заработанные на международном турнире по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка», будут зачислены в их мировой рейтинг. В Заснеженный Витебск приехали и прилетели 500 пар со всех концов мира, чтобы в течение двух дней растопить лед горячими танцами и побороться за звание лучших в своей категории. На паркете концертного зала «Витебск» выступали танцевальные дуэты из Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, конечно же, из Белоруссии и России. В этом году впервые приехали спортсмены из Филиппины и Швейцарии. Всего представители 23 стран. Это танцоры семивозрастных групп, от детей до сеньоров. Одновременное дружеское соперничество. Нет такого, что сейчас все дерутся на паркете за правое место. Очень нравится нам. Всегда хорошая атмосфера и интересный конкурс. Да, интересный, красочный турнир. Своё мастерство участники турнира демонстрировали в европейской и латиноамериканской программах. Оценивали выступления танцоров, международная и очень представительная судейская коллегия. Судья из Литвы поделился ностальгическими воспоминаниями о том, как когда-то начинал карьеру на Витебском паркете в качестве конкурсанта. Как домой возвращаешься. Вспоминания красивые, приходилось и в финалах танцевать, и на пьедестал наступать. Так что это всё очень приятно. Если для взрослых и молодёжи выступать перед строгим жюри привычно, так как они работают на зачёт в мировом рейтинге, то для многих детей такой высокий уровень в новинку. Если для танцоров Витебская снежинка это соревнование, то для зрителей турнир прежде всего зрелище. Витебске собрались ведущие танцоры своих стран. Для тех, кто любит танцы и знает в них толк, это настоящее шоу. Профессионалы спорят, что такое бальные спортивные танцы. Это спорт или это искусство? До сих пор не пришли. Что это такое? Но самое важное, это блестящее красивое зрелище. Для Витебска такой масштабный международный турнир, который более трёх десятилетий собирает в городе ведущих танцоров, статусное событие и хорошая традиция, проверенное временем. Мы стараемся сделать максимально благоприятные условия для всех танцоров. И мы очень рады, когда у нас много стран. И я надеюсь, что это находит тоже отклик в сердцах наших танцоров, поэтому они к нам с удовольствием съезжаются. Зажигательные ритмы, выверенные движения танцоров и яркий блеск бальных платьев. Красивый волшебный мир спорта и искусства в очередной раз никого не оставил равнодушным. Самого стойкого парильщика и закалённого моржа определили на спортивно-оздоровительном чемпионате «Полоцкие бани-2017». Любители здорового отдыха соревновались в течение целого дня. Рекорды установили в личном и командном зачётах. Самые смелые прошли не только испытания паром и веником, а и окунулись в прорубь. О тонкостях банных процедур в нашем следующем материале. Александра Жигунова на «Полоцкий чемпионат» привела не ирония судьбы, а давняя традиция – ходить в баню по субботам. Участник горячих соревнований уверен – славянская баня не только бодрит, но и укрепляет здоровье. Самый лучший отдых для организма. Можно как минимум раз в неделю отдохнуть, как новорождённый выходишь из баньки. Соревнования проходили в личном и командном зачётах. Одновременно в парилке находятся три участника – четвёртый судья. Его задача – фиксировать время. Свой личный рекорд здесь есть у каждого. Выдержать температуру в 100 градусов под силу не всем. Поэтому обязательные условия чемпионата – большой стаж парения не менее трёх лет и допуск врача. Для самых смелых соревнования продолжаются на свежем воздухе. В этом году в программу «Моржевание» включили впервые. Около проруби участников также ждут с таймером. Среди самых выносливых – Лариса Марачковская. Своё первое испытание ледяной водой она прошла более 15 лет назад. Главное – парилка, чтобы была хорошая. Прогреться хорошо. Всё остальное будет замечательно. Это же стресс, это большая перепад температуры. То есть простому человеку без какой-то подготовки, то есть без опыта данных мероприятий, нежелательно кидаться в 100 градусов и потом в прорубь. Потому что это серьёзная нагрузка для сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Банный чемпионат в Полоцке проходит несколько лет. Здесь его считают брендом района. И даже веники заготавливают большими партиями. А предпочтение отдают Берёзовым. Молодеем. Надеемся, что выиграем сегодня. Будем стараться. Спортсмены все. Будем бороться за первое место. Прошлые чемпионаты предыдущие у нас проходили. Это больше, скажем так, времяпрепровождение в бане было. В этот раз у нас уже чёткие условия правила. Определённое время парения и поддавки пара, скажем так. Плюс дополнительные испытания. Проиграть на таком турнире невозможно. И ежегодно желающих испытать себя становится всё больше. Опытные парильщики советуют начинать подготовку к следующему чемпионату уже сейчас, чтобы пар был действительно лёгким. Хоккейные поединки, матчи чемпионата в Беларуси по волейболу и баскетболу и ещё много областных и городских соревнований ждут болельщиков на этой неделе. Основная тяжесть выступлений ляжет на плечи представителей игровых видов спорта, которым предстоит провести поединки с принципиальными соперниками. В начале недели Витебске планирует запровести городской турнир по хоккею «Золотая шайба» среди детей и подростков по месту жительства. Целью соревнований является определить две сильнейшие команды, которые представит Витебск в областном финале. А в конце недели стафету любителей поддержат профессионалы. В четверг и субботу взрослых болельщиков ждут два областных дерби. 2 февраля во дворце спорта ХК Витебск встретится с химиком СКА, а 4 числа уже новополучане примут витебскую дружину. Интрига заключается в том, что хоккеисты из Нефтеграда на два балла опережают земляков в турнирной таблице. Задача новополучан — защитить добытое преимущество. У витеблян нет другого выхода, как играть на победу, чтобы окончательно не отстать от соперника. А теперь к выездным противостояниям. 3 и 4 февраля баскетбольный клуб «Рубон» дважды на площадке соперника встретится с Могилевским Борисфеном. В первом круге наши земляки без вариантов проиграли оппоненту. С того момента прошло много времени, и команда областного центра смогла укрепить свой состав. С другой стороны, и Могилевчане не стали слабее, а потому вальщиков ждут два захватывающих поединка. Кстати, как и в матчах волейбольного перенства между Западным Бугом и Маркова ГТУ. После серии неудачных поединков витебляне оказались на последней строке и теперь будут стремиться исправить положение. Игры пройдут 4 и 5 февраля на арене Брестского клуба. И в продолжение темы. Витебск на этой неделе тоже не минуют волейбольные баталии. Перенство области в программе «Олимпийские дни молодежи» разыграют юноши и девушки. И завершу спортивный обзор еще двумя анонсами. 4 февраля в областном центре будет проводиться второй межгосударственный турнир «Кубок Северной столицы» по художественной гимнастике. А в воскресенье стартует областной шахматный фестиваль, посвященный 50-летию образования витебского шахматно-шашечного клуба «Ладья». И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!